Ольга Каратаева Украденные заклинания Глава первая Дина остановилась у дверей, ладонь нерешительно коснулась ручки. Что ждет за дверью? Как изменится жизнь? Сердце отчаянно стучало в ребра, в горле пересохло. Да что ж такое? Возмутилась она. Я будто снова в институте. Не дать не взять первый экзамен. Все, довольна. Я теперь взрослая, самостоятельная женщина. Затертая ручка вдруг повернулась сама, тишину разорвал противный скрип. Девушка отдернула руку и отскочила в сторону, чтобы не получить дверью по лбу. Может сказать, что она заблудилась? Барышня тряхнула тщательно завитыми локонами и смело улыбнулась высокому молодому мужчине в деловом костюме. — Здравствуйте. Меня зовут Дина. Я на собеседовании. — Поздравляю вас с этим историческим событием! — иронично хмыкнул брюнет, придирчиво рассматривая девушку с головы до ног. — Искренне надеюсь, что вы его торжественно завалите. Дина вздрогнула и с недоумением посмотрела в темные глаза собеседника. Улыбка медленно сползла с ее пухлых губ. Он говорит серьезно или смеется над незнакомкой? В душе росло возмущение. — Да кто он такой, этот хлыщ разряженный? — Я очень постараюсь не доставить вам такого удовольствия. Сквозь зубы процедила она. — Что так? — холодно уточнил мужчина. Густые брови удивленно приподнялись. — Судя по длине вашей юбки, высоте шпилек и ярости боевого раскраса на лице, вы приготовились именно доставлять удовольствие. Дина задохнулась от захлестнувшего ее гнева. Дать бы по морде этому франту, но противный внутренний голос шептал, что парень-то прав. Поддавшись панике первого в жизни собеседования, она машинально оделась так, словно предстояло сдать экзамен самому вредному преподу, лекции которого беспечно прогуливала весь год. И сейчас, словно со стороны, она увидела накрашенную девчонку в обтягивающей блузке. А рядом он, в дорогущих ботинках и безупречном галстуке. Дина машинально обхватила себя руками, словно стараясь укрыться от внимательного взора. Но от этого движения лишь сильнее обозначился эффект от бюстгальтера. Девушка ощутила, как щеки наливаются румянцем, и тихо произнесла. — Я, пожалуй, пойду. — И даже не дадите мне пощечину? — деланно изумился незнакомец. — А я так старался. — Жаль. Видимо, теряю хватку. — Собственно, это и было собеседование, милая девушка. Сердце Дины замерло на мгновенье. — Что? Это собеседование? Как так? — И что же вы выяснили? — пролепетала она. — Буду я драться или раздеваться? Мужчина расхохотался и без ответа вошел в кабинет, захлопнув за собой дверь. Девушка дрожа прислонилась к стене и, ощутив спиной успокоительную прохладу, прикрыла глаза. Что же делать? Она не знала, кто это, да и вообще не поняла, что это было. Может, это местная жена-ненавистник, который высмеивает и унижает всех девчонок? Если так, ему явно удалось искоренить желание работать здесь у большинства из них. Интересно, почему он так ополчился на женщин? У такого наверняка их немало. Может, поэтому и презирает? Нет. Но вдруг это действительно директор? Готова ли она работать на такого монстра? И кто сказал, что она будет работать? Незнакомец сообщил, будто этот фарс и есть собеседование. Но насчет того, берут ли ее на работу, не прозвучало ни слова. Нет, она не позволит унизить себя еще раз. И не уйдет без определенного ответа. Дина упрямо тряхнула волосами, одернула юбку пониже и решительно распахнула дверь. Огромный светлый кабинет встретил девушку яркими бликами солнышка, пробегающими по лаковой поверхности длинного стола. В самом дальнем углу сидел он. Кроме мужчины в кабинете, больше похожем на лекционный зал, никого не было. Дина глубоко вдохнула и на секунду задержала дыхание. Одним вопросом меньше. Девушка решительно двинулась вперед, светлый паркет ворчливо поскрипывал под ногами. Директор поднял голову, словно нехотя оторвав взгляд от экрана ноута. «Вы ждете от меня вопроса, прошла ли я собеседование», – сурово начала девушка. «Но меня не волнует ваш ответ. Вы очень странный начальник. И если такая политика отношений с подчиненными кого-то устраивает, это не мой вариант. Мне нужен коллектив, где будет уважение к коллегам. Так что засуньте себе». «До сих пор все было хорошо», – холодно перепил Дина директор. «Требовать уважения нормально. Но вы, барышня, появляетесь в таком виде, словно некогда было переодеться с ночной смены и требуете уважения, осыпая собеседника оскорблениями. Такой персонал мне не нужен». «Да, мой внешний вид – чудовищная ошибка», – прошипела Дина, впиваясь ногтями в спинку стоящего перед ней стула и с трудом сдерживая желание огреть им собеседника. «И хватит меня в это тыкать, как нашкодившего кота. А насчет оскорблений не я первая начала». Мужчина безудержно расхохотался. Девушка растерянно моргнула, не в силах понять его веселье. «Дитя», – протянул он, – «давай не будем выяснять, кто первый начал. Я лишь указал на несоответствие вашего лука событию. Вы все равно не подходите. Я четко указал, что мне нужны люди, умеющие держать себя в руках. А вам, милая девушка, это явно не свойственно. Прошу избавить меня от вашего соблазнительного общества. В вакансии секретарши у меня нет». Дина замахнулась, намереваясь треснуть хама по роже. Но мужчина легко перехватил тонкую кисть девушки. Быстро поднявшись, он потащил ее к выходу. Каблуки подворачивались, запястье ныло от боли, на глазах выступили слезы. Мужчина вышвырнул Дину из кабинета, дверь захлопнулась со звуком крушения надежд на высокую зарплату. Девушка всхлипнула и уперлась лбом в стену. «Вот же гад!» И ладно, она сама не стала бы работать с таким идиотом. Но выставить ее так, словно женщину легкого поведения, навязывающую свои услуги. Девушка вздрогнула и испуганно огляделась. Вроде никто не видел ее позора. Опустив голову, она поспешно направилась к лестнице, благо третий этаж был пустынен и тих. Большое серое здание кишело посетителями, но только на первом этаже, где располагался офис известного банка. Коридор второго был заполнен длинными скамьями, на некоторых терпеливо дожидались посетители. Здесь же, на третьем этаже, лишь большой пустой холл и единственная дверь, от которой Дина сейчас бежала, как от огня. Все-таки жаль, что не удалось дать ему пороже. Ах, какие замечательные варианты ответа приходят сейчас в голову. Надо было высказать ему. Но здесь, на лестнице, это уже бесполезно. И все же, как мог внешне симпатичный мужчина так по-хамски себя вести? Стараясь быть как можно более незаметной, девушка пробралась сквозь очередь в банковскую кассу и вышла из здания. Глубоко вдохнув, свежесть утреннего воздуха пошла вдоль улицы. Еще полчаса назад Дина наслаждалась взглядами, которые бросали на нее окружающие мужчины. Теперь же девушка жалась к краю тротуара и стыдливо опускала глаза, когда кто-то обращал на нее внимание. Затрещал смартфон. Девушка поморщилась. Надо бы сменить рингтон. Этот теперь не кажется таким уж прикольным. — Ди! — веселый голос Раисы в динамике. — Ну как, прошла? — Прошла, не то слово! — мрачно буркнула несостоявшаяся претендентка подруги. — Можно сказать, пролетела. — Отказ! — искреннее удивление немного польстило Дине. — Как так? — Да так, — неопределенно хмыкнула девушка. — Да я бы и сама не пошла туда. Начальник такой урод! — И что? — хихикнула Раиса. — Тебе с ним не спать. Можно и потерпеть за хорошую эту зарплату. Дина всхлипнула, резко остановившись. Ноги словно приросли к асфальту. В горле будто ком застрял. — Ди! — с подозрением в голосе проговорила Раиса. — Он не приставал к тебе? — Если этот урод посмел... — Да я его... — Нет! — с трудом глотая слезы, выговорила Дина. — Не приставал. — Айка, ты очень занята. Можешь меня забрать? — Не вопрос, подруга! — озабоченно ответила Раи. — Ты где? — Я? — Дина растерянно огляделась. — Тут кафе. — Октава, кажется. — И магазин. — А, знаю! — решительно перебила Раи. — Жди меня там. Дина с облегчением запихала сотовой в сумочку и пошлепала к разрисованной дверце забегаловки. Заметив внутри веселую компанию парней, передумала и осталась на летней части кафешки. Неожиданно заморосил дождик, и девушка поспешила спрятаться под один из броских зонтов. Протерев сиденье стула салфеткой, присела за пластиковый стол. От набегающих туч быстро потемнело, капли все настойчивее стучали по поверхности зонта. Растущие ручейки весело гнали по асфальту лопающиеся пузыри. Холодный ветерок мгновенно заставил кожу девушки покрыться пупырышками. Дина сжалась и с тоской посмотрела на дверь кафе. Конечно, официантка и не подумает выйти на улицу в такой ливень. А Дина лучше простынет, чем окажется внутри, выставив себя на посмешище перед парнями. Хватит на сегодня одного идиота. Чтобы как-то отвлечься от пронизывающего ветра, девушка достала смартфон и нашла местный Wi-Fi. Уныло прогоняя ленту друзей, снова наткнулась на рекламное объявление, которое и привело ее в то здание. Требуются незаурядные умы и талантливые души. Плата астрономическая. Где тут сказано продержать себя в руках? Разум, отрезвленный унижением и холодом ливня, ворчал, что объявление очень странное. И как она вообще могла повестись на это? Почему с таким энтузиазмом подорвалась на собеседование? Почему в конце концов она вообще решила, что это объявление о работе? Здесь ни слова нет ни о специальности, ни о зарплате. Сейчас эти строки навевали мысли о продажных душах и потустороннем мире. По спине прокатился неприятный холодок. «Ди, ты чего сидишь под дождем?» крикнула Райка из красного паркетника. «Давай в машину». Дина, пытаясь прикрыться сумочкой, пробежала два метра по лужам и нырнула в распахнутую дверцу. Черт, туфли испорчены. Девушка скинула набухшие от воды лодочки под сиденье. Сумка полетела туда же. «Блин, Айка», — смущенно проговорила Дина, «я тебе из кресла одну большую лужу сделала». «Да, выглядишь ты весьма эротично», — хихикнула подруга и отогнула противосолнечный козырек с зеркалом на обороте. «Вон, пацаны, всё стекло облепили, любуясь, как ты дефилировала под этим водопадом». Дина покосилась на чёрные ручьи туши, расползшиеся по щекам, и со злостью закрыла зеркало. «Да уж, красотка», — проворчала она. «Они ни лицом твоим, ни земным любовались, не унималась Райя, выуживая из глубин бардачка рулон бумажных полотенец». Дина фыркнула и показала средний палец наблюдателям, невидимым в строях дождя, заливающих боковое окно. Конечно, она знала, что её жест невозможно заметить. «Надо же так вырядиться», — ругала она себя, промокая бумагой блузку, ставшую от воды практически прозрачной. «И где была моя голова? Кто так ходит на собеседование?» «Я хожу», — беспечно отозвалась Раиса, выключая дворники, совершенно бесполезные в такой ливень. «И мне кажется, ты выглядишь клёво. Особенно, если сотрёшь тушь со щёк, а то похоже на грустного клоуна». «Я и есть клоун», — недовольно буркнула Дина. «А ты не в счёт. Ты умная и классная, тебя все любят, а я...» «Умная и классная», — перебила подруга, весело тормоша Дину за нос. «Не знаю, как все, а я тебя обожаю». «Была бы умной, не вылетела бы с факультета на последнем семестре», — уныло ответила Дина, бросая мокрую бумагу под ноги. «Опять ты за своё», — раздражённо отмахнулась Рая. «Да пусть они подавятся этими корочками. Кому она сейчас нужна, бумажка-то? В наше время можно сделать карьеру и без образования. Сколько примеров, ты только посмотри». Дина вздохнула, оставив подругу рассуждать об образовании, экономике и счастливых случаях. Ещё утром девушка так радовалась прекрасной возможности получить высокооплачиваемую работу, из чего ей показалось, что её примут с распростёртыми объятиями. Что толку себя ругать? Это было похоже на помутнение рассудка. «Ты о чём так мрачно задумалась?» — осторожно поинтересовалась Рая. Дина, понимающая, усмехнулась. Айка решила, что она думает о Вике. Всегда, когда Дина грустит, подруга принимает это на свой счёт. И правильно делает. Но Дина не собирается жаловаться. «Я просто не понимаю, как я могла быть такой дурой», — сердито проворчала Дина и помотала головой. «Ты вообще собираешься ехать? Мы стоим здесь, как идиотки, уже полчаса». «Допустим, стоим всего минут пять», — рассудительно заметила Рая. «К тому же дождь чересчур сильный, и я предпочла бы подождать, пока непогода утихнет. Если, конечно, ты не хочешь завершить этот прекрасный день в больнице с переломами». «Ничуть бы не удивилась», — всхлипнула Дина. «Да что ты так убиваешься из-за одного дурацкого собеседования?» — рассердилась Раиса. «Я вот штук тридцать прошла, прежде чем мне предложили реально достойное место». «Так это же ты», — сквозь слёзы улыбнулась Дина. «Только не нужно опять твердить, какая я умная. Пожалуйста, не надо». «Умная не скатилась бы до жалкого предложения сменить юридический факультет на философский. А если бы у меня были хоть какие-то мозги, я бы получила диплом хотя бы по философии. Я дура, каких мало. Ведь только полная идиотка могла повестись на объявление «Требуются незаурядные умы и талантливые души. Плата астрономическая». «Чего?» — опешила Рая. «Да ладно. Что за тупое объявление? Я сейчас покажу», — мрачно усмехнулась Дина, выуживая из мокрой сумки смартфон. Если сотик не захлебнулся, конечно. Я будто слов не поняла. С какого-то перепугу решила, что меня точно возьмут. «Да что там?» Я точно с дугу рухнула, если решила, что это приглашение на собеседование. «Больше похоже на приглашение продать душу», — содрогнула сяйка. «Хвала небу, ты жива и здорова. Бог знает, что с тобой могли сделать эти сектанты». «Вот, смотри». Дина сунула экран под нос подруге. «Высшая степень моего кретинизма». Райса нахмурилась, читая ленту новостей в соцсети. «Конечно, Димыч мог бы и не делиться этой мерзостью. Но в целом я не вижу озвученного тобой диагноза, как и предложений продать душу». «Ну как же?» Дина двумя пальчиками раздвинула экран. «Между перепостом Димыча и музоном Ирки вот, рекламный пост». «Интересно». Айка как-то странно глянула на подругу и приложила ладошку к влажному лбу Дины. «Ты как себя чувствуешь? Зря не накинула пиджачок. Горлышко не болит?» «Ты сейчас похожа на мою мамочку», — недовольно поморщилась Дина. «Что такое? Говори прямо». «Ди», — проникновенно проговорила подруга. «Тут нет никакого рекламного предложения несметных богатств в садушу». «А что есть?» — растерянно уточнила девушка. «Пост Димыча, Ирки, прочих». «Ты шутишь?» — хихикнула Дина и еще больше увеличила просмотр. «Вот, я же вижу». Раиса виновата пожала плечами. Карей глаза подруги смотрели настороженно и немного сочувственно. Дина уронила телефон на колени и откинулась на спинку сиденья. «Кажется, я схожу с ума». Рая с силой опустила ручник и нажала на газ. «Не говори ерунды», — уверенно воспротивилась она. «Ты просто немного устала». «От чего?» — взвыла Дина. «От безделья?» «Думаю, от нас», — тихо проговорила подруга. «Ну ничего, скоро мы уедем, и тебе будет легче». «Блин, ты не понимаешь», — взвелась Дина. «Да не в вас дело. Вы уже достали меня своим осторожным поведением, виноватыми взглядами и часовыми стонами за стеной. Ясно?» «Да, когда-то меня угораздило втюриться в Вика. Но это было фиг знает когда. Я действительно рада, что вы счастливы и даже женитесь». Дина подавилась и закашлялась. Только бы сейчас не зареветь. «Да вижу», — уныло отозвалась Айка. «Ты прямо светишься от счастья». «Ты права, не свечусь», — прокашлявшись сказала Дина. «Но вы тут ни при чем, уж поверь. Я просто ни за что на свете не вернусь домой, и я без понятия, что теперь делать». «В смысле?» — нахмурилась Раиса, круто выруливая на обочину, чтобы обогнать едва тащившийся седан. «Давай смотреть правте в лицо». Дина подкрепляла слова активными жестами. «Я без образования, без денег, без работы, без жилья, без друзей в огромном городе, мне просто не выжить». «Я тебе говорила, что квартира оплачена до конца года», — пожала плечами подруга. «Наверняка за это время что-нибудь подвернется». «Айка, зарплата уборщицы не позволит мне содержать квартиру в центре города», — крикнула Дина и сжала голову руками. «Прости, прости. Может, мне и в самом деле не здоровиться». Девушки молчали, но тишина не была той самой дружеской, расслабляющей, как раньше. Напряжение искрилось в салоне автомобиля. Дина материла себя за трусость. Но как сказать единственной подруге, что мешаешь свалить куда подальше всякий раз, когда видишь ее вместе с Виктором? Дине давно надо было уехать домой, к своим, но ее надежно удерживал стыд. Она настолько живописно описывала маме, как ее увлекает философия, так яростно доказывала, что это и только это является смыслом ее жизни, не давая матери вставить хоть слово, чтобы не спалиться на какой-нибудь мелочи. Сказать, что ее выперли, Дина бы не смогла. «Я поговорю с отцом», — прервала Рая хмурое молчание. «Нет», — испугалась Дина. «Он и так слишком много сделал для меня. Не говори ему, что я провалилась, пожалуйста». «Глупо», — фыркнула Айка. «Он бы сразу поставил декану мозги на место». «Лучше бы мне», — уныло отозвалась Дина, но уже без толку. «Сама подумай, подруга», — горячо убеждала Дину Раиса. «Он устроит тебя в нашу компанию, поработаешь, готик, подготовишься и в следующем году защитишь диплом, и мы снова будем вместе». Да, криво улыбнулась Дина. Вот только она уже знает, что Виктор получил место на предприятии отца Айки. Дина и сейчас считает часы до свадьбы друзей. Скоро она останется одна. Скоро Вик перестанет каждый день протыкать ее сердце каленым железом виноватого взгляда. Дина не готова терпеть это дольше. Она просто не выдержит. Уже через три недели влюбленные переедут жить в дом, подаренный богатеньким папочкой Айки, который месяц Дина живет у подруги и ни копейки не вносит ни за жилье, ни за питание, но каждый день платит болью при виде чужого счастья. Страсть на осколках ее веры. «Спасибо», — он запоздал и поблагодарила она. «Ты очень добра ко мне. Но я пытаюсь начать жить сама. Пусть и уборщицей. Я поживу пока в твоей квартире, а потом видно будет». «Уже лучше», — восхитилась Раиса, резко нажимая на тормоз. Подняв ручник, спросила. «Посмотришь мое платье, раз мы вместе? Было бы здорово узнать твое мнение». «Я бы с радостью», — натянута улыбнулась Дина. «Но, боюсь, в таком виде меня и в салон не пустят». «Брось», — отмахнула сяйка. «Опросим влажных салфеток, превратим панду обратно в девушку». «Я лучше здесь подожду», — помотала мокрой головой Дина. «Зато в знаменательный день я буду просто сражена, как и Вик». «Ты прелесть», — Раич мокнула подругу в щеку. «Я быстро». Мелкий дождь оставлял на лобовом стекле продолговатые следы, звук капель постукивающих по крыше успокаивал. Дина протянула руку, чтобы включить радио, но передумала. Устроилась на сиденье поудобнее и закрыла глаза. «Как же? Знаем мы эту песню. Быстро». Айка действительно все делала быстро. Но когда дело касалось чего-то особо важного, девушка могла выжить всех, кто хоть как-то участвует, чтобы получить максимальный результат. И подруга не выйдет из салона, пока каждая ниточка на платье не будет располагаться ровно на том месте, где ей положено быть. Естественно, по мнению Раисы. Веки Дины потяжелели, голова упала на плечо. Уж лучше подремать в машине, чем тайными тропами пробираться домой. Она точно сожжет эти проклятые шмотки. Сегодня же. И больше никогда не будет брать в подарок вещи, надоевшие Айке. Дина мягко провалилась в объятия сна. В костре, разведенном на балконе квартиры подруги, горели ее старые вещи. Пламя подбиралось к Дине, зажатой в углу. Вик судорожно метался с огнетушителем, но огонь разгорался лишь сильнее. Дина в панике забралась на перила. Уж лучше разбиться, чем сгореть. Девушка бросила прощальный взгляд на возлюбленного, но тот целовал Раису. Огнетушитель валялся под ногами парочки. Голова Дины резко качнулась в сторону. Девушка проснулась и машинально оперлась руками о панель авто. Машина двигалась. Но на водительском сиденье не Айка. «Привет!» Незнакомый блондин широко улыбнулся девушке, голубые глаза весело сияли. «С добрым днем!» «Ты кто?» — взвизгнула Дина, хватая подвернувшийся под руку рулон бумажных полотенец. Выставила его перед собой, словно защищаясь. «Угонщик?» Парень задумался, поворачивая на зеленый свет светофора. Пожал плечами. «Наверное. Во всяком случае, сейчас это выглядит именно так». «Куда ты меня везешь?» — спросила Дина, пытаясь справиться с клацающими от страха зубами. «К себе!» — спокойно ответил он. «Отпусти меня!» — жалобно попросила девушка. «Я не пойду в полицию. Это не моя тачка, подруги. Папочка ей купит новую. Я никому ничего не скажу. Только отпусти меня, пожалуйста». Блондин удивленно посмотрел на Дину и весело расхохотался. «Ты действительно считаешь, что салфетки — это хорошая защита?» Рулон выпал из ослабевших рук девушки, тело затряслось мелкой дрожью. «Ну все, она попала. Угонщик точно изнасилует ее, а, возможно, и убьет. Что же делать? Может выпрыгнуть из машины? В кино это работает. А вдруг она разобьется? Или сломает себе что-нибудь? И что помешает преступнику догнать ее покалеченную и прикончить? Это не выход. Что же делать?» «Я могу дать много денег». Несмело начала она. «Если отпустишь, мой жених — он очень богат. И даст, сколько захочешь. Только не трогай меня. Иначе он наймет специальных людей, и они убьют тебя». Парень на секунду оторвался от дороги, бросив на девушку красноречивый взгляд. «Да, да», — смелее продолжала Дина. «Вот один просто схватил меня за руку, так его до сих пор найти не могут». Виктор очень ревнив. «Почти хорошо», — одобрительно хмыкнул блондин. «И блузка Дольче Габбана сработает. Но не обгрызенные ногти. Он же, кстати, страдал этим в детстве». «Что ногти?» — спросила девушка, машинально пряча руки за спину. «Богатенький Буратино не позволит своей невесте так позорить его», — улыбаясь, подмигнул незнакомец. «В следующий раз ври лучше». «В следующий раз. Значит, убивать ее парень не будет». Дина вздохнула свободнее и нерешительно произнесла. «Слушай, а если я куплю тебе красивую девушку?» «Они такие мастерицы. Сыграют, что хочешь». «Откуда ты знаешь?» — расхохотался тот. «Но твое предложение я запомню, уж поверь. Ты вообще что себе напридумывала? Думаешь, я насильник?» Дина мучительно сглотнула и вжалась в сиденье. Парень сжал челюсти и покачал головой. «А что, разве нет?» С надеждой в голосе уточнила девушка. «Не знаю, обрадует тебя это или разочарует?» Слегка обиженно ответил блондин. «Но нет. Я не собираюсь заниматься с тобой сексом. И вообще, если бы мне приспичило, я бы просто заколдовал тебя. Без всякого насилия. Но мне давно надоели подобные игры». Дина едва не расплакалась от облегчения. Она осторожно опустила ноги и, подумав, пристегнулась. Куда бы ни направлялся незнакомец, сейчас он ей вроде бы не угрожает. А вот оставаться непристегнутой на таких скоростях точно чреватой бедой. «Кстати, я Андрей. Твой куратор и заодно связной с сапфиром». «Что?» Удивленно переспросила Дина. «Какой куратор и что за сапфир?» «У-у-у-у», — досадливо вздохнул Андрей. «Как всегда приходится начинать с нуля. Ну ладно, пойдем иначе». «Ты прочла объявление в соцсети и пошла на встречу с сапфиром». «Объявление!» – торжествующе воскликнула Дина. «Так оно все же было!» «Оно и есть!» – недовольно буркнул Андрей, сворачивая во дворы. «И сапфир?» «Требуются незаурядные умы и талантливые души!» – снова перебила девушка. «Я не сошла с ума!» «Дина!» – строго рявкнул парень. «Послушай меня!» «Откуда ты знаешь мое имя?» – подозрительно уточнила девушка. «Мы теперь все про тебя знаем!» – хитро улыбнулся Андрей. По спине девушки поползли мурашки. «Кто мы?» – «И что они про нее знают?» «Во что она умудрилась вляпаться?» «И вообще, ей же отказали!» «Сапфиру ты не понравилась!» – продолжал парень. «Но мы решили дать тебе один шанс. Все-таки нас не так много, чтобы разбрасываться природными талантами». «Нас?» – несчастным голосом проговорила Дина. «Кого нас?» «Заклинателей!» Трагическим голосом пророкотал блондин и весело рассмеялся, покосившись на вытянувшееся лицо девушки. У Дины вырвался нервный смешок. «Ничего себе попало!» «Айка права!» «Это какая-то секта!» А во главе – странный парень с манией величия, проблемами с женщинами и прикольной кличкой Сапфир. «И что? Я тоже заклинатель?» – уныло уточнила девушка. «Ты пока салага!» – снова расхохотался Андрей. Кажется, белозубая улыбка редко покидает до отвращения жизнерадостное лицо парня. «Но, возможно, когда-нибудь и станешь заклинательницей. Только сначала выполнишь для нас небольшое задание». «Какое задание?» «Умертвить кролика?» – зло прокричала Дина. «Или почистить котел?» «Переписать старую книгу заклятий?» «Не собираюсь участвовать в ваших больных фантазиях. Немедленно останови машину и отпусти меня!» «Не веришь!» – спокойно кивнул Андрей. «Правильно делаешь!» «Так это все шутка?» – обрадовалась девушка. «Это серьезно», – пожал плечами парень. «Настолько, что тебе заплатят 50 штук, если сделаешь кое-что для нас. Но не спрашивай пока, что именно. Нужно кое-что исправить». «Исправить дома», – понимающий кивнула Дина и робко уточнила. «Это как раз то задание, за которое мне дадут 50 тысяч рублей?» «Нет и нет», – Андрей качнул головой и посигналил, пугая разлегшуюся на дороге собаку. «Работать нужно будет в другом месте». «Тогда зачем ты везешь меня к себе?» – немного смелее спросила Дина. «Что исправить?» «Исправить это!» – хитро покосился на нее блондин, жестом фокусника откидывая козырек с зеркалом. «Нужно привести тебя в божеский вид, салага!» Дина стушевалась, внезапно вспомнив, как прекрасно сейчас выглядит. Машина притормозила возле красного кирпичного дома. Парень нетерпеливо вытянул Дину на улицу. Полуразрушенное крыльцо встретило парочку ворчливым скрипом. Покосившаяся дверь с вырванным замком едва поддалась. «Ты здесь живешь?» Дина неприязненно обвела взглядом разбитые ступеньки и ржавые зубья сломанных перил. «Не хоромы!» Парень уверенно тащил ее наверх по лестнице. «Но жить можно!» Дина сопротивлялась изо всех сил, осторожно пытаясь выбрать чистые места на бетонном полу. «Лезь!» Вдруг приказал парень. «Куда?» Дина подняла голову и растерянно огляделась на верхнем этаже двухэтажки. Парочка обшарпанных дверей да грязная железная лестница на чердак. «Не хочешь же ты сказать?» «Хочу сказать!» Андрей решительно схватился за перекладину и полез первым. Откинул деревянный люк. Сверху донеслось. «Что заплатят тебе пятьдесят тысяч баксов?» «Пятьдесят тысяч баксов?» Проворчала Дина, неприязненно разглядывая ажурную ржавчину и острые выступы на железных прутьях. «Знает, чем заклинать!» Эх! И девушка решительно полезла наверх. Руки коснулись деревянного пола, Дина подтянулась и плюхнулась рядом с люком. Быстро осмотрела ладони на предмет ссадин, но не обнаружила даже грязи от ржавчины. «О!» Удивилась Дина. «Чисто!» «Я стараюсь!» Сияющий от удовольствия Андрей захлопнул люк и подал девушке руку. «Добро пожаловать в мое скромное жилище!» Дина поднялась и изумленно огляделась. В полумраке комнаты выделялись стройные колонны белоснежных статуй, высокий потолок тонул в прохладной тени, дубовые столы украшали многочисленные шкатулки разного калибра. Толстый мохнатый ковер ласково принял ее босые стопы. «А я туфли в машине забыла», – брякнула девушка в растерянности. «Будем звать тебя Золушкой», – иронично ответил парень и сделал приглашающий жест. Комната настолько же походила на чердак, как и сама Дина на невесту богатенького мальчика. Вор с ковра нежно щекотал стопы, когда Дина подходила к холодной статуе, изображавшей прекрасную деву с гроздью винограда. Ладонь девушки медленно скользнула по гладкой поверхности мрамора. Вспыхнул яркий свет. Дина испуганно отдернула руку. «Моя коллекция», – удовлетворенно улыбнулся подошедший Андрей. «Нравится?» «Это странно», – честно ответила Дина и махнула рукой на шкатулке, сверкающей разноцветными камнями в лучах яркого искусственного света. «Как и эта». «Коллекция из вояний для души», – ничуть не обидевшись, проговорил парень и потянул девушку к столам. «А это для работы. И сейчас мне бы хотелось убить сразу двух зайцев». «Ага», – криво ухмыльнулась Дина. «Я права, все же смерть кролика имеет место. Даже двух». «О чем ты?» – удивился парень. Но, вспомнив разговор в машине, захохотал. «Успокойся. Не нужно отрезать лапки кроликам и чистить котлы. Ты в детстве смотрела слишком много сказок». «Вообще-то читала», – буркнула Дина. «Одна фигня», – отмахнулся Андрей. «Я же хочу показать тебе настоящее волшебство». «Ага». Дина высвободила ладонь и обошла стол. «Ты же заклинатель. Показывай свой фокус». Андрей наклонился над одной из шкатулок. «Один заяц? Доказать тебе, что я не чокнутый». Бормотал он, перебирая тоненькие трубочки цвета слоновой кости. «Второй?» «Сделать салагу больше похожей на девушку». Дина возмущенно кашлянула. Белобрысый резко выпрямился, победно поигрывая одной из трубочек. «Что это?» Девушка подозрительно рассматривала незнакомый предмет. «Надеюсь, не травка?» «Я не употребляю. И такие фокусы мне точно не нужны». «Смешно», – скривился Андрей, протягивая ей раскрытую ладонь. Дина с любопытством склонилась на другой парня. При ближайшем рассмотрении заметила очень мелкие символы, украшающие маленькую трубочку. Кажется, та действительность слоновой кости. Или чего-то подобного. Вдоль всей трубочки шел тонкий с иголку алый валик. Убедившись, что подопечная насладилась стрелищем, Андрей пальцами второй руки прихватил красный валик и жестом фокусника вытащил из трубочки повозку бумаги. На свитке Дина тоже увидела символы. Девушке показалось, что она сможет их прочесть. «А вот читать не стоит», – быстро произнес он, выдергивая трубочку из-под носа Дины. «Ты пока не готова к откату». «Что это?» – завороженно повторила Дина. «Это заклятие», – объяснил Андрей. «Символы на гизе рассказывают о предназначении данного заклинания. Само оно хранится внутри». Сапфир не ошибся. «Одно то, что ты видишь знаки, доказывает, что ты действительно прирожденная». «Прирожденная?» – вздрогнула Дина. Ей не понравился тон, с которым парень произнес это слово. «Почему ты злишься?» «Я завидую», – невесело улыбнулся парень. «Мне стоило долгих непростых лет научиться их читать. А такие, как ты, получают все на блюдечке с голубой каемочкой. Хотя я тоже постепенно привыкал к откату. А тебе предстоит еще то веселье». «Что за откат?» – Дина подозрительно посмотрела на блондина. «Это потом», – отмахнулся он. «Если справишься с заданием, конечно. Сейчас же стой спокойно, чтобы все прошло как можно безболезненнее». «Будет больно?» – испугалась девушка. Андрей произнес несколько быстрых непонятных слов. Дина вжалась в стол, не зная, чего ожидать. Но ничего не произошло. Блондин спокойно сложил бумажку в трубочку и бросил заклинание к другим в шкатулке. «И что должно было произойти?» – язвительно уточнила Дина. «Блин, я даже разочарована. Ни тебе дыма, ни огненных шаров. Что за заклинание такое? А может, оно испорчено? Ты там на символах срок годности не заметил?» Андрей молча смотрел на девушку. Лицо блондина серьезно побледнело, даже яркость голубых глаз, казалось, поутихла. Челюсти сжаты, по впалым щекам бегают желваки. «Ага», – встрепенулась Дина. «Кажется, я поняла. Вы играете. Ну, с этим сапфиром. Вот о чем ты говорил, когда намекал на просмотр мультиков. Был такой, кажется, с именами драгоценных камней. Вы свихнулись на аниме и делаете вид, что живете в нем. Может, вам к доктору обратиться? Уверена, сейчас и не такое лечится». Парень молча развернул Дину лицом к большому зеркалу, стоявшему на одном из столов. Бледная тень былой улыбки коснулась губ Андрея. Щеки уже немного порозовели, он прошептал. «Все, сейчас начнется». «Что?» – начала была Дина, но тут же ощутила, как по коже словно поползли змеи. Крик ужаса почти оглушил замешкавшегося Андрея. Девушка оттолкнула его и попыталась содрать с себя зашевелившуюся одежду. «Тихо!» – приказал блондин. «Не мешай заклинанию, а то последствия окажутся непредсказуемы». «Что?» – взвизгнула Дина. «Это и есть твое заклятие? Чтобы моя юбка превратилась в гада ползучего?» Андрей притянул сопротивляющуюся девушку к зеркалу и легонько встряхнул. «Просто смотри. Никаких змей, я обещаю». Дина мельком бросила взгляд в зеркало, да так и замерла в ступоре. Белая блузка, подаренная подругой пару лет назад, видоизменилась. Тело обтягивала мерцающая черная ткань, украшенная неповторимой вышивкой темных тонов. Девушка опустила глаза и с изумлением наблюдала, как вытягивается юбка и, оборачивая ее ноги, становятся узкими брюками. Внезапно защипало лицо. «Ай!» Дина попыталась почесаться, но Андрей перехватил руки девушки. В зеркале Дина видела, как черные разводы души стягиваются к ресницам, макияж самовосстанавливался. Волосы крыльями неведомых птиц порхали в воздухе, сплетаясь в замысловатую прическу. «Все!» Подытожил блондин, отпуская руки девушки. «Как тебе?» «Удобненько!» Брякнула потрясенная Дина, ощупывая новую одежду. «Столько времени экономится, не говоря уж про деньги. Ты бы не стала это делать каждый день», — перебил Андрей и потер виски. «Уж поверь мне». «Так значит, это не фокус». Девушка с любопытством заглянула в шкатулочку. «Это реальное волшебство. А что тут еще есть?» «Много чего», — захлопнул крышку Андрей. «Дина, послушай внимательно. У нас не так много времени. Ты прирожденная и должна быть с нами. Но нужно доказать это твое право сапфиру». «Смеешься?» — гуркнула Дина. «Как мне это доказать?» «Ты должна принести ему то, что он хочет больше всего». Одно особенное заклинание. «Но как?» — Дина растерянно смотрела, как Андрей выбирает три трубочки из множества подобных в другой шкатулке. «Еще утром я и понятия не имела, что они вообще существуют». «Я помогу». Блондин машинально посмотрел на часы и выругался. «Рваные гизы! Опаздываем!» Он потащил девушку к люку. Они быстро спустились в грязный ободранный подъезд, побежали вниз. Андрей бесцеремонно затолкал Дину в машину, и едва она успела пристегнуться, утопил педаль газа. «К чему такая спешка?» — с трудом переводя дыхание уточнила девушка. «Мы должны успеть попасть в дом до того, как вернется хозяин. Ты проникнешь в оранжерею. Она лучше всего охраняется вообще-то». Но, как показала практика, чем больше наворотов, тем проще их обойти. «В доме ты увидишь хранилище. Сама поймешь, что это оно. Там, среди прочих, ты возьмешь самое сильное заклинание. И сразу обратно. Главное, ничего не трогай в оранжереи. Понятно?» «Погоди», — помотала головой Дина. «Я правильно понимаю. Ты говоришь, чтобы я незаконно проникла в дом и выкрала некий предмет? Ты в своем уме?» «Ах, да, ты же пыталась стать юристом», — расхохотался Андрей. «Но, понимаешь, закон обывателей на нас не распространяется. В мире заклинателей действуют наши правила. Закон един для всех», — упрямо пробормотала Дина. «И я не буду ничего воровать. Даже за 50 тысяч долларов». Последние слова девушка произнесла менее уверенно. Деньги бы сейчас не помешали. Она нашла бы себе квартиру подальше от друзей и спокойно искала работу. Или заплатила кому-нибудь, кому там платят, чтобы получить таки диплом. «А может, все вместе?» «А что эта штука?» — тихо спросила Дина. «Та, которую нужно украсть. Она очень ценная». «С точки зрения людей», — усмехнулся Андрей. «Абсолютная ерунда». «А если меня поймают?» — допытывалась Дина. «Ты наверняка сольешься на ворованной-то машине. Бросишь меня, точно». Андрей крутанул руль, и они выехали на широкую улицу. Зеленые лужайки, словно яркие пятна на детском рисунке, обрамляли шикарные коттеджи. Солнце отражалось от полированных крыш дорогих машин. У Дина неприятно засосала подложечкой. «Не стоит это делать ни за какие деньги. Мало ли что, говорит этот парень. По сути, она его совершенно не знает. Но голос разума потонул в шуме прочих бредовых мыслей. Девушка страшилась незаконного поступка, но одновременно ее манила возможность ни от кого не зависеть. К тому же, эта безделица, которую она украдет, ничего не стоит. Она справится. Это точно». Блондин притормозил около раскидистого дерева, крякнул в ручной тормоз. Парень повернулся к Дине. «Тебя не поймают. Просто некому. Потому Сапфир и согласился». «Понимаешь, сегодня случилось нечто, что не пропустит ни один уважающий себя заклинатель. И босс тоже на встрече, поэтому не может сам пойти за заклинанием. Но это единственный шанс получить то, чего так жаждет Сапфир. А для тебя это единственный шанс реализовать свой талант». «Тебе-то что до этого?» Подозрительно спросила Дина. «Что ты обо мне так печешься? И почему сам не стыбзишь это суперпроклятие для босса?» «Потому что я должен тебя прикрывать». Андрей с улыбкой покрутил в пальцах тоненькую трубочку. «Иначе вообще ничего не получится. А насчет остального?» «А почему ты сам не на том важном мероприятии?» Сузила глаза девушка. Блондин смущенно кашлянул. Голубые глаза выразительно посмотрели на Дину. Сухая ладонь коснулась ее щеки. «Потому что я недостойный. Потом поймешь, что это значит. Сейчас запомни. Это важно. Найди самое сильное заклинание и ничего не трогай в оранжерее. Поняла?» Дина отмахнулась от руки Андрея. «Почему он так уверен, что она поймет, какое из них то самое?» «Ладно, была не была. Но и где эта оранжерея?» Хмуро спросила она, пытаясь надеть разбухшие от воды туфли. Парень улыбнулся и вытянул листочек из гизы. Дина закатила глаза в ожидании торжественного прочтения заклятия и таинственного отката. Но Андрей шепнул лишь слово, и зеленая лужайка за деревом растворилась, словно мираж. Перед домом не было ни метра свободного места, сплошной лабиринт из стеклянных проходов и полусфер. Дина потерла глаза, но пейзаж не изменился. Андрей широким жестом пригласил девушку проследовать в единственную дверь. Дина сжала зубы и шагнула к дому. Тут же стеклянный лабиринт начал таять, уступая место пустоте прозрачного воздуха над зеленой лужайкой. Андрей снова произнес загадочное слово. Лабиринт обрел очертания. Дина оглянулась. И так, каждые несколько секунд, пожал он плечами в ответ на ее немой вопрос. Кто-то должен оставаться и держать оранжерею видимой. Но поторопись. Чем дольше она видна, тем скорее это может привлечь внимание бестолковых. То есть обычных людей. А это чревато. Значит, это теперь видят все? Удивилась Дина. А я думала, что только мы. Ну, прирожденные. Так же, как и то объявление в сети. Потом объясню. Со вздохом пообещал Андрей. Иди. Дина успела сделать лишь несколько шагов и едва не сломала ногу. Подвернулся каблук. Растянувшиеся от сырости лямки не удерживали стопу. Точно, золушка. Усмехнулся Андрей. Давай босиком. Дина, не теряя времени, скинула негодные туфли и побежала к лабиринту. Вопреки ожиданию, дверь оказалась не заперта. Девушку обдало жарким влажным воздухом с примесью тонких ароматов цветов. Дина бежала вперед, гадая, как же найти правильный путь в переплетении ходов. Но искать ничего не пришлось. Снаружи лабиринт изобиловала ответвлениями. Но перед Диной оказывалась только одна дорога, без каких-либо поворотов и развилок. Миг, и девушка выскочила в огромный светлый зал. Зажмурившись от яркого света, Дина на ощупь двигалась вперед, надеясь, что и здесь все так же просто и можно идти прямо. Руки то погружались в теплую мягкую почву, которой были наполнены многочисленные ящики, то натыкались на жесткие листья. Глаза постепенно привыкли к чересчур яркому освещению. Девушка смогла рассмотреть необыкновенные растения, тонкие стебли которых тянулись к ней словно живые, стараясь коснуться тела незваные гости своими бордовыми кончиками. Они завораживали и пугали одновременно. Дина увернулась от прикосновения, и стебли медленно, нехотя вернулись в исходное положение. Стараясь больше не отвлекаться и ничего не разглядывать, Золушка побежала к высокой деревянной двери. Руки ухватились за большое кованное кольцо. Дверь отворилась абсолютно беззвучно. После неестественно яркого освещения в оранжерее Дина попала во тьму. Мягкий хлопок двери отрезал последние лучи света. Девушка испуганно прижалась к стене. Если кто-то находился в помещении, то, скорее всего, прекрасно осведомлено о ее появлении. Такой взрыв света трудно пропустить. Текли томительные минуты привыкания к полутьме, во время которых зал постепенно приобретал очертания. Черное пятно камина, темные отражения зеркал, несколько больших пушистых кресел и неясные украшения на стенах. Приблизившись, Дина содрогнулась. То, что поначалу казалось ей чучелами животных, оказалось странными муляжами человеческих голов. Сглотнув комок в горле, девушка пошарила взглядом по столу и камину в поисках каких-нибудь шкатулок вроде тех, что стояли в доме Андрея. Тут она увидела ольков в стене, подошла поближе и обомлела. В углублении стоял небольшой мраморный фонтан. Только вместо воды в нем находились россыпи разноцветных трубочек. На нижнем ярусе светлые, как у Андрея в несметном количестве. На ярусе повыше хранились золотисто-зеленые гизы. Этих было значительно меньше. На третьем ярусе совсем немного серебристо-синих. А на самой вершине располагалась одна единственная алая трубочка. Ни тени сомнения, что это та самая. Дина схватила ее и засунула в бюстик. Надо было уходить, но девушка не двигалась. Фонтан словно притягивала ее. Решившись, Дина запустила руку в нижний ярус и высыпала в карман брюк горсть заклинаний. Нервно дернувшись, взяла еще два зеленых и одну синюю трубочку. Сердце громко стучало. Эйфория застилала разум. Все, она смогла. Теперь нужно бежать. Дина метнулась к двери. Ох, почему же она так тяжело открывается? Да и свет в оранжерее казалось померк. Он уже не слепил, а тихо мерцал, словно умирающая лампочка. Дина мчалась по гравийной дорожке, не отвлекаясь на странные растения. Ее никогда не интересовала биология. Но вдруг она заметила что-то странное. Девушка резко остановилась, едва переводя дух. Что же это было? Показалось, что важнее нет ничего на свете. Глупость. Нужно уходить. Но что же ее так манит? Дина внимательно огляделась. Свет становится все бледнее. Временами вся оранжерея казалась эфемерной, как утренний туман. Девушка встрепенулась, вспомнив Андрея. Возможно, заклинание перестает работать. Ну же, беги! Но ноги не двигались. Ноздрей коснулся божественный аромат. Это невероятное наслаждение, настоящий альфакторный экстаз. Трудно понять, чем пахнет. Дина просто не могла не пойти к источнику запаха. Видимость оранжерея тяжелела с каждой секундой. Но девушка шагала обратно. В глазах плавали разноцветные волны, в ушах, казалось, звучала божественная музыка. Недалеко от главного коридора оранжереи она нашла маленькое ответвление, незаметное с первого взгляда. Если бы не аромат, Дина и не поняла бы, что здесь есть ход. В круглой катке, обложенной камнями, она увидела растение, небольшое и невзрачное. Его единственное чахлое соцветие неприятного желтого оттенка было размером с горошину. Но Дине оно показалось самым прекрасным цветком в мире. «Так вот ты какой!» «Цветочек аленький!» Прошептала она строчку из любимой сказки и протянула руку. Пальцы обхватили жесткий, будто проволочный стебель. Из закатки выглянул человек в защитном костюме. Половина лица была скрыта респиратором. Глубоко посаженные зеленые глаза выглядели до нельзя удивленными. Дина вздрогнула. Нечаянно сорванный цветок остался в руке. Но она напрочь забыла о растении. Во все глаза девушка смотрела на парня с Лейкой. Он казался ей самым прекрасным созданием во Вселенной. «Ты?» – с придыханием произнесла она. «Это ты! Моя судьба! Мой единственный!» Лейка выпала из рук юноши. На полу разлилась темно-багровая жидкость. Дина скользнула к незнакомцу, нежно провела пальцами по впалой щеке, стягивая респиратор. «Как ты прекрасен!» – воскликнула она, увидев крупный нос с горбинкой, развитые надбровные дуги и слегка отвисшую челюсть паренька. Как она могла столько времени сохнуть по Виктору? Да он и в подметке не годится этому красавчику. Его губы так красиво очерчены, так и хочется игриво укусить его худую шею. Юноша оправился от удивления, быстро поправил респиратор и встревоженно огляделся. «Откуда ты взялась? Как сюда попала? Ты вообще кто?» Дина слушала его божественный голос, наслаждаясь каждым звуком. Девушка жмурилась от удовольствия, поглаживая избранника по худым плечам. «А, ты под воздействием шарыб», – раздался глухой голос из-под респиратора. «Тебе срочно надо на свежий воздух, или отравление усилится». «Да», – восторженно согласилась Дина. «Любовь моя, будем гулять всю ночь до рассвета. Зачем ты скрываешь свое прекрасное лицо под этой уродливой маской?» Девушка попыталась снова снять респиратор, но парень схватил ее запястье и решительно отвел в сторону. «Уходи отсюда, быстро», – твердил он. «Да, любимый», – прошептала Дина, любуясь молодым человеком. «Я пойду за тобой хоть на край земли». Дина нежно провела по щеке юноши, отметив нереально восхитительные скулы, и со счастливым вздохом повисла на его шее. Незнакомец попытался освободиться. Взгляд его упал на ложбинку груди девушки. Парень замер. Взгляд зеленых глаз стал колючим. Воспользовавшись заминкой, Дина освободила его лицо, оттягивая респиратор. Она мечтала о слиянии губ. Девушка ощутила руки парня на своей талии и томно застонала, выгнувшись всем телом. Он тут же оттолкнул ее. Дина, смахнув пару горшков, упала на рассыпавшийся жесткий гравий. «Ай!» – вскрикнула она от неожиданности, но тут же приняла соблазнительную позу, расположившись на смеси земли и керамических осколков. «Ты хочешь поиграть, милый?» Парень хмуро посмотрел на Дину. В его сжатой руке олела та самая Гиза. Оранжерея таяла, уступая место залитой солнцем зеленой лужайке, словно все это было лишь сном. И цветок, и необыкновенный парень с изумрудными глазами. Дина охнула и схватилась за голову. Шум в ушах постепенно стихал, наваждение растворялось. Что это с ней? Она огляделась. Дождь уже закончился. Сочная трава сверкала многочисленными капельками воды. Рваные клочья облаков спасались бегством от жарких объятий дневного светила. Девушка с трудом поднялась на ноги и, шатаясь из стороны в сторону, поплелась к одинокой машине. «Андрей!» – хриплым голосом позвала она. Испуганно оглянувшись в сторону молчаливого коттеджа, Дина поспешила с лужайки. Добравшись до авто, всем телом привалилась к нагретому железу. Голова просто раскалывалась. Пальцы сомкнулись на ручке, но дверь не поддавалась. «Андрей, пусти!» – прошипела девушка, дергая изо всех сил. «Надо убираться, я попалась!» «Золушка твою мать!» – глухо раздалось из паркетника. «Ты чего так долго? Я чуть не сдох от этого заклинания. Мне даже не пошевелиться». «Да уж постарайся!» – истерично взвизгнула Дина, внимательно наблюдая за домом. Ей показалось, или она видела движение. «Ох, как болит голова!» «Я говорю, меня застукали!» «Ты обещал, что никого не будет, но там был один...» «Блин!» – она приставала к нему. Готова была повалить на месте первого встречного и сорвать с него из себя одежду. «Что с ней?» Щелкнул замок, дверь поддалась, Дина с облегчением плюхнулась на сиденье. Андрей с трудом дышал, лицо его было очень бледным. «Откат!» – объяснил он. «Я не смогу сейчас водить. Садись на мое место!» «Что?» – испуганно взвизгнула Дина. «Я не умею. И вообще, у меня башка болит так, словно сейчас взорвется. «Тогда мы влипли!» – блондин закрыл глаза. «Если в доме кто-то был...» «Нас убьют?» – в ужасе прошипела Дина, прижимая ладонь к больной голове. «Дура!» – прохрепел Андрей. «Может, это гость? Эти не станут связываться. Лишь бы не ученик. Алмаз не знал о тебе. Мало ли, о чем мы тоже не в курсе. Или о ком. Видишь кого-нибудь?» «Нет!» – Дина осторожно выглянула в окно. «Девушка хотела закрыть замок на двери, но обнаружила, что все еще держит в кулаке мелкий невзрачный цветочек противного желтого оттенка. «Вот дрянь!» – выругалась она, показывая растение куратору. «А там показалось, что я прекраснее этого цветка в жизни не видела». Дина хотела отбросить его. Но Андрей неожиданно кинулся к ней, прижимая к стеклу. У парня при виде цветка словно открылось второе дыхание. Девушка испуганно пискнула. В голове пронеслась дурная мысль, что парень мог надышаться так же, как она в оранжерее, и полез с поцелуями. Но нет. Он просто вырвал стебелек из ее руки и поспешно замотал в подвернувшееся под руку бумажное полотенце так, что образовался большой кокон, и без сил рухнул на сиденье. «Я же тебе говорил, ничего не трогать в оранжерее!» – крикнул он. «Вот за это могут и убить. Зачем ты сорвала его? Сумасшедшая! Лезь сюда! Будешь нажимать на педали, а я буду рулить!» Дина взвизгнула от страха и полезла Андрею на колени. Взревел мотор. Парень говорил, на что жать, Дина босыми ногами нащупывала нужные педали, порой путалась. Машина вихляла по дороге, с трудом входя в повороты. На зеленую лужайку неторопливо вышел молодой человек. Задумчиво покрутил красную трубочку в длинных тонких пальцах с узловатыми суставами. Услышав далекий звук сбитых мусорных баков, иронично улыбнулся. Гиза разместилась в нагрудном кармане. Респиратор, запачканный пятнами губной помады, болтался на шее. Парень присел на корточке, разглядывая мокрые туфли на высоких шпильках. «Руслан!» – позвал парня абсолютно лысый мужчина. Парень резко выпрямился и развернулся к нему. «Ты рано, отец!» – поспешно сказал он. Сработала сигнализация. Устало, – объяснил Алмаз. Пришлось срочно возвращаться. Но я знал, что голосованием круга кто-нибудь воспользуется. Что с оранжереей? «В оранжерее все хорошо», – быстро ответил Руслан. Это была обычная воровка. Хотела стащить это. Он показал алую трубочку. Алмаз, понимающий, хмыкнул. Сапфир не унимается. Придется ему ответить. «А что с воровкой?» «Все, что осталось», – Руслан показал на туфле. Алмаз удивленно приподнял густые брови. «А может, и не сапфир. Он не допустит в своем окружении подобной дешевки. Может, хрусталь? Старушке нравится брать под крылышко сирых и обездоленных. Только зачем ей золотой барьер?» Руслан безразлично пожал плечами. Мужчина окинул его внимательным взглядом с головы до ног. «Ты из оранжереи? Как новый шарыб?» Папоротник зацвел. «Шарыб убойный», – кисло усмехнулся парень. Но он не сработал. «Мне кажется, это и не шарыб вовсе, а скорее любовное зелье». «Вижу», – ядовито качнул головой отец, рассматривая помаду на респираторе, и вздохнул. «Жаль, придется добывать новый рецепт. Хотя…» «Любовное зелье, говоришь?» «Тоже пригодится. Запакуй и подпиши. А Гизу золотого барьера положи на место». Алмаз ушел в дом, а Руслан задумчиво смотрел на туфли. Пальцы его поигрывали алой трубочкой.